Ипон, Симпай и Хадзимэ. Если вы до сих пор не знаете значения этих слов, то вам нужно срочно идти в Титов-арену. И нет, не на хоккей. На четыре дня Барнаул стал настоящей столицей дзюдо. С самого утра и до позднего вечера на четырех татами тысячи спортсменов со всех уголков страны будут выяснять, кто же из них лучший дзюдоист в России. И у алтайских ребят есть небольшой козырь в рукаве. Родные стены. Каждое мероприятие, особенно такого уровня, когда на кону стоит сборная России, это важно. И, знаете, есть такая поговорка, дома стены помогает. И я думаю, вы заметили, как переживает, как болеет за Олега. И я думаю, что это очень важно, домашняя поддержка, чтобы спортсмен, так скажем, находил дополнительные силы в нужный момент и побеждал. Это кадры из поединка алтайского дзюдоиста Олега Чеплякова. Он выиграл полуфинальную схватку, но позже уступил в финале спортсмену из Краснодара. Это первая медаль для нашего региона. И хоть дзюдоист там до 18 лет, но, как говорят именитые спортсмены, это первенство России. Старт в большой взрослый спорт. Это на самом деле только первая ступень их, ну, я имею в виду ребят и девчат, кто мечтает или хочет добиться каких-то высоких, ну, медалей, подиумов, результатов. Но интересно другое. Интересно наблюдать за этой трансформацией, когда зачастую неуклюжие ребята-девчата, скажем так, меняются и превращаются в матерых чемпионов. День с толком